На предпоследней неделе уходящего года автопроизводители были заняты своими заводами, торопясь запустить то, что можно было запустить, и подготовить к консервации явно незапускаемое. АвтоВАЗ продолжает многоэтапный сериал по возвращению утраченного оснащения, ведёт переговоры о загрузке остановленного завода Ниссан. В том же Петербурге простаивают заводы Хёнде, но запустить их полноценно корейцы пока не рассчитывают, хотя кузовное производство оживилось. В обстановке строгой секретности перезапущен калининградский автотор, нашедший сразу трёх китайских партнёров. Московский автозавод «Москвич» назвал адреса столичных дилеров и базовую цену кроссоверов «Москвич-3». Поддержать шутку о братских народах решили украинцы, анонсировав проект реинкарнации марки «Луаз». Разумеется, под ней скрывается китайский электромобиль. А моторостроительные заводы – Тутаевский и Заволжский – огласили планы по наращиванию выпуска двигателей. АвтоВАЗ продолжает восстанавливать оснащение своих моделей. В очередной серии – возвращение мультимедийной системы и камеры заднего вида на Ниву Тревел в комплектациях Black и Offroad. Таких автомобилей пока нет в продаже. Машины до сих пор выпускались с аудиоподготовкой. Но, как сообщает группа Автоград Ньюс в соцсети ВК, Нивы Тревел с мультимедийкой начали вновь сходить с конвейера в декабре. Таким образом, в оснащение осталось вернуть АБС. Что случится, очевидно, не ранее 2023 года. А ещё завод возобновил производство самой дешёвой Гранты без кондиционера. Такие машины выпали из производственной гаммы осенью. И все Гранты с тех пор выпускались либо в версии Classic Advance с двумя подушками безопасности, либо в комплектации Classic Кондиционер. Оба варианта завода рекомендует продавать по 750 тысяч рублей с небольшим. Самая дешёвая комплектация. Она называется Classic. Сохранялась в ассортименте дилеров, но похоже, что спрос на неё тоже есть. Поэтому к продавцам из Тольятти отправили очередную партию машин. А ещё на ВАЗе собрали пробную партию Грант с 16-клапанным двигателем. Впервые за последние полгода, как был перезапущен главный конвейер. Паблик Автоград Ньюс предполагает, что шесть автомобилей останутся на заводе для испытаний, как поведёт себя автомобиль с более мощным двигателем, но без АБС. Шестнарь поставили на Гранты в комплектациях Клаб и Куэст. У них есть кондиционер, мультимедийная система, обогрев лобового и заднего стекла, подогрев передних сидений, электропривод-зеркал и литые колёсные диски. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью каналу Россия24 уточнил срок перезапуска семейства Ларгус. Случится это в сентябре 2023 года. Кроме того, глава автогиганта пообещал в ближайшие дни показать первый прототип электрического Ларгуса, а в следующем году в Ижевске всё-таки соберут опытную партию. Это ещё не серийное производство, но проект и Ларгус всё же обретает реальные черты. Вообще, сдержанный оптимизм относительно вверенного ему завода Максим Соколов объясняет просто. Если в апреле руководство опасалось, что конвейер из-за ухода Рено придётся остановить почти на год, накопив убытков на 30 миллиардов рублей, то теперь понятно, что худшего удалось избежать. Завод простоял три месяца, сейчас работает шесть дней в неделю, по итогам года покажет небольшую прибыль и соберёт 220 тысяч машин, а в следующем году выйдет на 400 тысяч автомобилей, то есть на докризисный уровень. Кроме площадок в Тольятти и Ижевске, АвтоВАЗ теперь курирует бывший завод Ниссана, перешедший в собственность Федерального института НАМИ. Поскольку японцы имеют право обратного выкупа предприятия в течение шести лет, то привлечь сюда нового инвестора, продав ему долю, невозможно, и перезапускать завод придётся своими силами. Следовательно, собирать будут иномарки, вероятно, китайские. В интервью каналу «Россия-24» Максим Соколов сообщил, что переговоры с иностранными партнёрами идут, и договорённости ожидаются в январе-феврале. А уже 21 декабря Максим Соколов и губернатор Петербурга Александр Беглов посетили Ниссановский завод и огласили план. Конвейер заработает во второй половине 2023 года, а выпускать он будет модели сегментов C и D, включая кроссоверы и седаны под брендом «Лада». Завод «Автотор» сумел возобновить производство после многомесячного простоя. Об этом журналистам заявил глава Калининградской области Антон Алиханов. По словам чиновника, с предприятием заключили контракты сразу трое китайских автопроизводителей. Не назвав их, Алиханов уверил, что в ходе тестовой сборки сделано несколько сотен машин, а до конца года заводской конвейер покинут до 2000 автомобилей. В следующем году калининградская площадка соберёт до сотни тысяч машин, хотя прежде «Автотор» ежегодно давал вдвое большие объёмы. При этом в Калининграде умудряются сохранять втайне, какие модели будут выпускать. Один из партнёров известен — это китайская автомобилестроительная корпорация BAIC, которая пыталась прорваться на российский рынок минимум дважды в 2011 и 2016 годах. Причём наиболее вероятный кандидат на сборку в Калининграде — седанчик «Синова» D50 — когда-то даже был сертифицирован. Телеграм-канал «Русский автомобиль» уверяет, что вторым партнёром будет китайский Дунфэн, который и сам продаёт машины под маркой DFM и поставляет машинокомплекты для сборки электромобилей «Эвалют» на липецкий моторинвест. Кроме того, «Автотор» готовит электромобиль собственной разработки. Рабочее название трёхметрового микро-хэтчбэка «Янтарь». В свою очередь, другая промышленная группа «Соллерс» выкупила долю Мазды в совместном заводе, который с 2012 года собирал японские автомобили в порту Владивостока и двигатели к ним. Как и анонсировалось, сделку закрыли за 1 евро. Но «Мазда» тоже оставила себе опцион на право обратного выкупа. Правда, в течение всего лишь трёх лет. Попутно переименовано «Юрлицо». «Мазда Соллерс Мануфэкчеринг Рус» теперь называется «Автомобильные индустриальные технологии». Чем конкретно займётся остановленный завод, пока не ясно. Напомним, что ещё летом этой площадкой интересовались китайские «Черри» и «Джели». Большую часть персонала сократит петербургский завод «Хёнде Мотор Мануфэкчеринг Рус». До 1 марта предприятие собирало седаны «Солярис», кроссоверы «Крета», а также семейства «Киа Рио». Сейчас в простое находятся 2200 работников, а ещё около 300 продолжают работу. Они, как сообщает телеграм-канал «Русский автомобиль», заняты штамповкой, сваркой и окраской кузовов для алма-атинского конвейера «Хёнде Транс Казахстан», где недавно возобновилась сборка «Солярисов», правда, под именем «Акцент». Остальному персоналу придётся согласиться на сокращение по соглашению сторон. Добровольные увольнения начнутся после новогодних каникул. Подписавшие соглашение получат несколько месячных окладов компенсации. Официальная позиция автопроизводителя звучит так. Из-за продолжающейся приостановки производственных процессов компания «Хёнде Мотор» предпринимает шаги по оптимизации штата персонала. Притом компания обещает выполнить все социальные обязательства перед сотрудниками, которых затронет оптимизация. Но очевидно, что тех, кто откажется увольняться добровольно, сократят принудительно. И в этих событиях есть тревожный знак. Российский рынок очень важен для корейской компании, так как она вложила сюда огромные средства. Гораздо больше, чем потратили закрывшие свои заводы «Тойота» или «Ниссан». А затевать сокращение персонала можно только если руководство «Хёнде Мотор» твёрдо уверено. В ближайшие год-два возобновить выпуск автомобилей не удастся. Ведь более короткий срок проще переждать, чем потом заново набирать штат сотрудников. Впрочем, консервация сборочного конвейера не означает полного ухода марок «Хёнда» и «Кеа» из нашей страны. Обе они сертифицировали машины корейского производства, которые сейчас ввозятся небольшими партиями. Также нельзя исключать, что дилеры начнут торговать алма-атинскими «Солярисами». А там, возможно, гамму пополнит и родственная «Крета». В любом случае, у корейцев есть пространство для манёвров. Пережившая второе рождение марка «Москвич» завершила формирование дилерской сети в столице. 11 продавцов начнут отгружать автомобили клиентам до конца года. Объявлена цена базовой версии «Стандарт» — 1 миллион 970 тысяч рублей. За эти деньги предложат переднеприводный кроссовер с шестиступенчатой механической коробкой передач. Альтернативой будет «Москвич 3» с коробкой-вариатором. Двигатель пока один — это полуторалитровый бензиновый турбомотор мощностью 150 л.с. Напомним, что увеличенная мощность агрегата — это единственное отличие «Москвичей» от исходника — китайского «Джака» JS4, которые тоже продаются российскими дилерами. Самые дешёвые «Джаки» до сих пор стоили около 2 миллионов рублей. Но это машины с атмосферными моторами. За 136-сильные турбоверсии просят на 100-300 тысяч больше. Что же до комплектации «Москвичей», то она пока единственная. Выбрать можно один из пяти цветов — белый, чёрный, красный, серый и голубой. А остальной перечень оборудования зафиксирован. В него включены 17-дюймовые литые диски, климат и круиз-контроль, 10-дюймовый экран мультимедиа, камера заднего вида и датчики парковки сзади, на крыше — багажные рейлинги и люк. Задний диван оснащён подлокотником, к услугам пассажиров USB-разъёмы и отдельные воздуховоды. Пока Россия обсуждает, сколько должен стоить «Москвич» и этично ли вообще возрождать советскую марку в виде слабо локализованного китайского кроссовера, на Украине разворачивается схожий сюжет с поправкой на местную специфику. Некто Вадим Игнатов, популяризатор и продавец электромобилей, решил возродить марку «Луаз», показав электрический пикап с однорядной кабиной. Похоже, что никакого собственного производства у стартапа нет, однако в начале следующего года «Луаз Моторс» начнёт принимать заказы. Минимальная цена — чуть больше 5000 долларов. Сам Игнатов не скрывает, что в основе «Луаза» лежит разработка китайской компании «Каюнь Моторс», которая с 13-го года занимается подобной техникой. Под маркой «Пикмен» эти машины поставляются в Европу и США, а выпускаются, похоже, сразу на нескольких китайских заводах. Благо, конструкция примитивная и схожая — это рамный грузовичок с металлическим кузовом. Задний ведущий мост подвешен на листовых рессорах, на нём же закреплён 4-киловаттный электромотор. Существуют и двухмоторные полноприводные версии. Под сиденьями установлен свинцово-кислотный аккумулятор напряжением 72 вольта и ёмкостью 100 ампер часов. От бытовой сети он заряжается 8-10 часов, а полного заряда хватает на 150 км. По сути, это не автомобиль, а электрический квадрицикл. В Китае для такой техники даже необязательны номера, поэтому её легально продают на Алиэкспрессе. Впрочем, металлический кузов позволяет заявить приличную грузоподъёмность, а грузовая платформа вмещает две европалеты. В Китае цены на такие машинки начинаются с 25 тысяч юаней — четверть миллиона рублей на наши деньги. В Европе цены серьёзнее — от 14 тысяч евро плюс налоги и стоимость доставки. И самое примечательное — Луцкий автозавод в Волынской области выпускал серийные внедорожники с 1969 года. Это были машины на агрегатах Запорожца, поэтому до 1975 года они назывались попросту ЗАЗ-969. К концу века производство сошло на «нет», и Луаз вошёл в конгломерат «Богдан», в который последнее десятилетие строит автобусы, троллейбусы и грузовики на разных шасси. К слову, сама корпорация «Богдан» в составе Луцкого и Черкасского заводов сейчас сама в кризисе и проходит процедуру банкротства. Однако Дмитрий Писаный, гендиректор автосборочного завода номер один ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс» — именно так сейчас называется бывший Луаз — отозвался предельно ясно. К стартапу «Луаз Моторс» с компанией не имеет никакого отношения, и в правомерности использования марки «Луаз» сторонними лицами сейчас разбираются юристы. А напоследок о больших двигателях. Тутаевский моторный завод, с 2016 года входящий в структуру КАМАЗа, обнародовал план по расширению производства. Это предприятие расположено в Ярославской области и выпускает дизели V8 для тяжёлых тракторов, карьерных самосвалов, внедорожной техники, а также в промышленном и судовом исполнении. Один из важнейших потребителей — Петербургский тракторный завод, который из-за санкций отказался от двигателей Mercedes-Benz. На них был небольшой, но стабильный спрос. Теперь же все кировцы моделей КА-7М оснащаются Тутаевскими дизелями. Так, если в прошлом году ТМЗ произвёл 2754 двигателя, в нынешнем планирует собрать 3384 мотора, а план на 2023 год уже 4000. Поэтому завод работает над расширением мощностей, которые позволили бы выпускать 6000 двигателей. По сути, речь идёт о масштабной модернизации. Уже на грядущий год запланированы поставки оборудования для термического цеха, литейного производства и механообработки. Другой моторный завод — Заволжский — решил обратиться в ретро и в следующем году восстановит производство атмосферных бензиновых «восьмёрок». Эти двигатели восходят конструкции к советскому ЗМЗ-53 образца 1963 года. Последние вариации мотора — чисто бензиновая ЗМЗ-523 и бетопливная ЗМЗ-524 — были сняты производства в прошлом году за недостатком спроса. В тот год было собрано менее 8000 моторов, а общий счётчик за полвека перевалил за 6,5 миллионов штук. Ещё раньше Горьковский автозавод прекратил выпуск капотных грузовиков, которые могли бы по особым заказам оснащаться бензиновыми «восьмёрками». Единственным применением для старых двигателей оставались павловские автобусы серии 3205. Однако теперь группа «Солерс», которой принадлежит Заволжский завод, снова увидела спрос на V8 как для новых автобусов, так и для рынка запчастей. И недорогие старорежимные двигатели — примерно четверть миллиона за штуку — вернутся на конвейер в первой половине 2023 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова